Субтитры создавал DimaTorzok Девушки отдыхают Как это стареть и жить лишь воспоминаниями? А все потому, что в течение 10 лет я была отрезана от остального мира, находясь в ссылке. И только по прошествии 36 лет после моего освобождения я смогла встретиться со своими родственниками в Израиле. Именно там мои старые друзья и родные отдали мне по одной те самые фотографии. И теперь я могу не только рассказать вам свою историю, но и показать ее. Я родилась в городе Ровно в 1920 году. Ровно входил в состав Польши. Сегодня это уже Украина. В то время Ровно был очень похож на многие другие города Польши. Это был процветающий город, в котором жило много религиозных и не очень евреев. Это мой отец, Нахман Абрамович Кац. Он получил религиозное образование и даже сдал экзамен на раввина. Но затем решил, что этого будет недостаточно для того, чтобы прокормить семью и занялся бизнесом. Моя мать, Песя Менделе Пинхас, родилась в Ровно в 1897 году. Мои родители поженились во время Первой мировой войны, и у них было четверо детей. Это Хава, я, Арон и Белла. У нас была традиционно религиозная семья, поэтому мама покупала только кошерные продукты. В центре города была большая и красивая синагога, в административный совет которой входил мой отец. Когда мне было 6 лет, родители отправили меня в школу Торбут. В этих школах обучение велось на двух языках – польском и еврите. Это я со своей сестрой Хавой, наряженной по случаю праздника Пурим. Оба костюма я сделала сама. Еще в детстве моя мама привила мне любовь к шитью. И когда мне исполнилось 16 лет, я поступила на курсы Белошвейк в школу Орд. В 1932 году Хава встретила энергичного молодого человека, которого звали Яков Блих. Они вместе были в Хашамер-Хацаир, по-русски «Юные стражи», где они влюбились друг в друга и, как остальные члены организации, собирались переехать в Палестину, чтобы построить еврейское государство. Так они вскоре и сделали. Я должна сказать, что в этом они были не одиноки. Жизнь для евреев в Польше становилась все тяжелее и тяжелее. Начались антиеврейские стачки и забастовки. Со смертью маршала Пилсудского евреи потеряли настоящего друга и защитника. Я обожала Хаву и старалась во всем ей подражать. Поэтому я также вступила в Хашамер-Хацаир. Здесь я со своим хашамеровским отрядом летом 1938 года. Мы отправились в пионерский лагерь, где разучивали песни и работали, как если бы мы были в настоящем кибуце. Вот еще одна фотография того времени, на которой я вторая справа. Крайняя справа – моя лучшая подруга Гися Пишалева. И вот еще, где мы вдвоем. Все вокруг нас, включая наших родственников и друзей, отправлялись в Палестину. Это фото на прощание с нашими родственниками. К тому времени я уже точно знала, что скоро и я отправлюсь вслед за остальными. В сентябре 1939 года немцы вторглись в Польшу с запада, в то время как Советский Союз начал наступление с Востока. Внезапно ровно стал частью Советского Союза. А как же эмиграция в Палестину? Об этом пришлось забыть. Так как теперь мы жили в коммунистическом обществе, отец более не мог работать в качестве бизнесмена, и ему пришлось устроиться на склад. Польских партизан вешали. В то же время НКВД отлавливал людей на улицах. Я устроилась на работу бухгалтером и уже было думала, что нашла свое место в этом новом обществе. 5 июня 1941 года русские солдаты ворвались в наш дом и предъявили ордер на арест, выписанный на мое имя. Увидев его, мама упала в обморок. Я кинулась к ней, чтобы дать немного воды, и когда ее глаза открылись, мама спросила, «Зачем ты это сделала? Почему не дала мне умереть? Я не смогу жить без тебя». Они забрали меня в тюрьму, где я встретила семь своих друзей. Все члены Хашамер. «Почему мы здесь?» – спросила я их. «Потому что они решили, что Хашамер является антисоветской организацией», – ответили они. На следующий день, когда на улице было очень жарко, родители передали мне посылку, в которой я обнаружила зимние вещи. И только тогда я осознала, насколько мне стало страшно. Очень страшно. Спустя 17 дней, 22 июня, ровно в 4 утра, нас разбудила пронзительно орущая сирена. Мы сразу поняли, что произошло. Началась война. Конвойные в спешке загрузили нас в поезд, направляющийся на восток. Немецкие самолеты бомбили железнодорожные пути. Вокруг умирали люди, но мы продолжали двигаться все дальше. Через несколько недель пути мы прибыли в город Камышин, Сталинградской области, где нас снова поместили в тюрьму. Но линия фронта была все ближе, и нас переместили в грязную и переполненную людьми баржу. Вспыхнула эпидемия холеры. Люди падали замертво прямо на месте. Нас высадили на берег где-то в Казанской области, недалеко от города Свияга, и поместили в лагерь. Я успела побывать в 11 лагерях до того, как в 1945 году мне вынесли обвинительный приговор за участие в сионистской организации. Мне дали 10 лет общего режима и еще 5 лет ссылки в Сибирь. Меня отправили на каторжные работы в город Тавда, который входил в восток Урал-Лак. Я была 8 тысяч километров вдали от дома. Меня определили на тяжелые работы. Там в основном рыли канавы и валили лес. Когда узнали, что я могу шить, мне разрешили стать швеей. Кто-то сфотографировал нас тем летом. Крайняя слева – это я. И за дня в день мы жили в ужасных бараках, ели отвратительную еду и выбивались из сил, работая по 12 часов в день. И так год за годом, отрезанные от остального мира. В один день к нам зашел надзиратель и сказал, что у него есть хорошие новости для нас, что война закончилась, и мы победили. Но мы ничего не ответили. Для нас ничего не изменилось. Где-то через год мне сказали, что мой брат Арон жив и собирается навестить меня. Когда он приехал, я узнала горькую правду о том, что случилось в Ровно. Арон рассказал, как немцы ворвались в город летом 1941 года, вскоре после того, как меня арестовали. Всех евреев собрали вместе и поместили в гетто, откуда их позже отвезли в близлежащий лес сосенки и расстреляли. Каким-то чудом Арону удалось убежать. Моего отца, мать и сестру Беллу расстреляли. В тот же день Арон уехал и через какое-то время благополучно добрался до Израиля. В 1951 году закончился мой тюремный срок и началась ссылка. Меня сослали в деревню Маклакова на реке Енисей. Сегодня это город Лесосибирск. В ссылке я могла нормально жить и работать. Здесь я открыла свою маленькую мастерскую по пошиву одежды. Там я познакомилась с другими евреями, с которыми мы тайно встречались по праздникам. В один пейсах кто-то пригласил новенького. Его звали Шая Яцкович Детинка, который спросил у меня «Я слышал, у вас есть швейная машинка». На что я ответила «да». В таком случае мог бы я зайти, чтобы сделать себе шляпу. Так мы и начали дружить. Шая родился в Польше в 1903 году. Вместе с женой он эмигрировал в Советский Союз, так как оба были убежденными коммунистами. Шая работал ректором в университете, когда его жену неожиданно арестовали и приговорили к расстрелу как польского шпиона. Его же сослали в Сибирь. Мы с Шайей делились воспоминаниями об утраченных семьях и со временем стали близкими друзьями, влюбились друг в друга и затем поженились. Как двоим людям начать жизнь заново после всего, что пережил каждый из них? Сначала рождается сын Виктор, Затем строится маленький дом, в котором вы ожидаете разрешения покинуть место ссылки. Наше разрешение пришло в 1961 году и мы отправились в родной город Шайей Ленинград. В это трудно поверить, но Шаю пригласили на работу в тот же университет, где ему снова предложили должность ректора. Я же устроилась на работу портнихой. Наша жизнь начала налаживаться и все шло хорошо до тех пор, пока в 1965 году у Шая не обнаружили рак гортани. Он ушел от нас три года спустя, когда Виктору исполнилось всего десять лет. Виктор всегда очень старался и много занимался. После окончания учебы он устроился на работу инженером в Лент-телефон-строй. Он женился на Танечке, которая родила ему двух дочерей Ирочку и Катю. Когда пришло время, они тоже стали инженерами. Вместе мы одна дружная и счастливая семья. Я помню, это было в 1989 году, во времена перестройки, когда я смогла сделать то, о чем мечтала с 1938 года. Я наконец-то смогла поехать в Израиль. Моя сестра Хава умерла до того, как мы смогли увидеться вновь. Но я была с ее детьми и своим братом Аароном и его семьей. Три месяца я провела в Израиле. Я, сионистка, которая провела в заключении более десятка лет и затем не воспользовалась шансом эмигрировать. Так много друзей из Ровна, так много воспоминаний. Каждый делился фотографиями, такими, как это от Гиси. Через два года после моего возвращения домой распался Советский Союз и более миллиона евреев сделали Алию в Израиль. Но к тому времени мне уже было 70 лет. Немного многовато для юного стража. Эмигрировать было уже слишком поздно. Мне всегда было приятно ощущать себя полезной и поэтому после событий 1991 года и последовавших перемен я начала свою добровольческую деятельность в нашем еврейском обществе Хесет. Такие же люди как и я приходят туда чтобы помочь друг другу. На праздники мы готовим и приглашаем друг друга чтобы не праздновать в одиночестве. Я сама люблю приглашать друзей на праздники. Мы показываем друг другу фотографии наших семей как здесь так и в Израиле. Именно тогда я рассказываю свою историю про Ровно и делюсь воспоминаниями о том мире в котором я однажды жила. Редактор Редактор Корректор